Эта амфибийная установка называется Боцман, хотя внешне она похожа на сенокосилку. Но прибрежную растительность она не скашивает, а вырывает с корнем, вместе с донным активным илом, в котором происходят болезненные для реки процессы. По сути, именно в нем разрастается речной сорняк. За два дня работы Боцмана у пешеходного мостика скопились тонны зеленой массы. Наглядная картина для членов комиссии Совета депутатов. Приведение реки в нормативное состояние как раз и подразумевает уборку от мусора и растительности, которая активно разрослась в русле реки и мешает течению. Река, естественно, она зарастает. Зарастает и осокой, и камышом, и водорослями, и другой водной растительностью. Ну а здесь нам нужно убрать всю растительность. Дальше мы пойдем уже ниже к течению. Вот это мы все будем иметь потом почищенное. Конечно, да. Все, вот это все будет вытащено из реки. Там, где нет доступа техники, выборка зеленой массы ведется вручную. Ее надо поднять на крутой берег. Здесь она складируется. И встает вопрос, как ею распорядиться. Увы, даже на удобрение этот сорняк не годится. И еще одна проблема. Охрана берегов. Более 10 лет назад берега были укреплены габионами, металлическими сетками, наполненными камнем. Но и через них пробиваются ростки осоки и деревьев. Их тоже необходимо убирать. И тоже вручную. Так что за берегами реки нужен постоянный уход и охрана от нежелательных сбросов по ним. Яуза – река мелководная. И сильное ее зарастание приводит к заболачиванию и появлению неприятного запаха. Такие санитарные чистки должны быть регулярными, как все последние годы. Работы ведутся активно. Работы ведутся довольно-таки быстро. То есть буквально через неделю-две нам обещают закончить этот объект и передвинуться дальше по течению реки. Вот эти места, они у нас пользуются огромным спросом. Жители все время сюда приходят, отдыхают. Поэтому хотелось бы, чтобы они содержались в чистоте и в порядке, и в красоте. Здесь же в этот день отбирают пробу воды. Это плановая процедура. Каждый квартал несколько литров воды подвергаются тщательному анализу. Внешне вода выглядит чистой и прозрачной. В реке водится много рыбы. На этих фотографиях видны большие щуки. Водятся и караси, и окуни. И все-таки это городская река со всеми ее рисками. Самое главное, конечно, в урбанизированных городах, такие как мытищи крупномаселенных, это, конечно, все-таки загрязнение водных объектов нефтепродуктами. В принципе, по результатам исследований можно сделать вывод, что вода у нас в реке чистая. Чистая вода, чистые берега, чистая река, чистый город. В этой логической цепи нет случайных звеньев. Все взаимосвязано. Сергей Берзин, Денис Корнев, Александр Соломкин, Первый, Мытищинский.